Меня терзают смутные сомнения, но кажется, эти чайки с Черноморского побережья прилетели не случайно на поля Края Аграрного. Сейчас узнаем. Первые петухи пропели, я не думала идти, да ой, а ой, лёли, да я не думала идти, да я. Здравствуйте, с вами Край Аграрный и Александра Дьяк. Но сегодня в программе мы, как всегда, расскажем много интересных и полезных вещей. О чем же пойдет речь? Прежде всего о людях, которые делают нашу Кубань такой изобильной. И о том, как это у них получается. Дольчевита по-кубански. И кофе, и чай, и все с сахаром. Краевые заводы перерабатывают свеклу на сахар. Здесь знают все о косточковых, семечковых, винограде и орехах. И пекан, и сердцевидный орех. Приглашаем на экскурсию в научный центр садоводства виноградарства и виноделия. Его не ждут, но он очень хочет вернуться. Увидят ли россияне на прилавках турецкий помидор? И когда это произойдет? Жизнь безотходная, жизнь доходная. Это калитка, это сделано из поддона обычного. Каждому блюду свое время, чтобы такого сезонного приготовить. Из чего производят сахар? На Кубани исключительно из свеклы. Тростник на наших полях не растет. Видимо, чтобы жизнь наша стала еще слаще, корнеплоду в этом году отдали на 15% площадей больше, чем в прошлом. Урожай сейчас убирает с 201 663 гектаров. Эти точные цифры дают понятие о масштабах текущих сельхозработ. На Кубани есть 16 сахарных заводов, которые фактически работают только 120 дней в году. Как избежать простоя и повысить рентабельность производства? На этот вопрос я попыталась ответить в Уславинском районе. Переработка сахарной свеклы идет круглосуточно. На заводах определены места под хранение. Но все равно все торопятся. Чем дольше свекла лежит, тем труднее добывать из нее сахар. С полей свеклу привозят прямо на завод. Ну как на завод? Вот сюда, на это поле. Его называют какатным. Его площадь порядка 12 гектаров. И сейчас здесь размещено порядка 20 тысяч тонн сахарной свеклы. А потом, вы видите, маленькими партиями оно привозится вот сюда, на гидротранспортер. И как бы смывается на территорию завода. Урожайность сахарной свеклы измеряется не только центнером из гектара. Важен процент содержания сахара в корнеплоде. Его уровень в свекловице проверяет заводская лаборатория. Очень часто говорят, лаборатории занижают количество сахара, которое содержится в свекле. Как занижает? У нас автоматический полириметр сразу отбивает цифру. Как там заметишь. Все записано через компьютер. Давайте исследуем ту свеклу, которая пришла. И получается 17,4. Это хороший результат. Это хорошая дегестия. За процентом сахаристости следит и директор предприятия. Он в лаборатории каждый вечер. По цифрам видно, сколько сахара произведет завод в следующие сутки. Сахар на заводе везде. И в лаборатории, и в цехе приема. Видимо, так по фэншую положено. Производственный процесс у нас непрерывный. Работает у нас три смены. Вот как минимум, чтобы получить первый сахар, нужна работа одной смены. То есть, к примеру, это от 40 до 45 человек в среднем получается. Работает у нас в одной смене. Это подача сахарной свеклы в завод. Это ее отмывка, мойка, стадия мойки. Это ее изрезывание. Это получение свекловичного сока, очистка свекловичного сока. Стадия фильтрации, стадия выпаривания. И уже непосредственно уваривание уфеля. Формирование кристаллов сахара – действие чарующее, почти сказочное. Помните, что испытывали в детстве, заглядывая в калейдоскоп? В этом цеху происходит работа по изготовлению сахара. Я правильно понимаю? Как это выглядит? Здесь непосредственно уже уваривается сироп. Я вот могу вам показать. Здесь уваривается сироп. И получается такая утфельная масса с кристаллами сахара. В этом году Минсельхоз Краснодарского края принял стратегическое решение – увеличить площади посева в сахарные свеклы. В результате Кубань вышла на первое место в стране по производству сахара. И дело здесь не в погоне за лидерством или престижем. Свекла – культура высокорентабельная, но требует больших вложений, труда и денег. Говорят, что жизнь у вас сладкая и сахарная, потому что вы занимаетесь именно сахарной свеклой. Это так или нет? Ну, назвать сладкой и сахарной нельзя. Очень много сил, очень много времени, очень много усилий и знаний нужно приложить для того, чтобы вырастить такую сахарную свеклу. К ней нужно относиться с душой, это во-первых. Во-вторых, нужно четко соблюдать все технологические требования, которые предусмотрены для выращивания сахарной свеклы. Для производителя совершенно не важно, каких размеров достигает сахарная свекла. Она может быть вот такой огромной, как крокодил, или вот такой маленькой. Гораздо ценнее, сколько сахара входит в ее состав. Чтобы вырастить свеклу с высоким содержанием сахара, требуется тщательно подготовить почву, правильно засеять поле и грамотно провести уходные работы. Кроме технологических операций, важно правильно подобрать семена. Выбор большой, но все семена импортные гибриды, а значит дорогие. К сожалению, опыт в семеноводстве по культуре сахарная свекла мы потеряли в 90-х. Рассказывает агроном Олег Емельянович. Гусь-Лобинский планирует восстановить традиции отечественного семеноводства. В долгосрочных планах завод по производству семян. Ответ кубанцев импортным сортам, крокодилу и леопарду. Директор одного из сахарных заводов рассказал, что пробовал заменить сахарную свеклу резервной культурой – сорга. Но в наших условиях это неэффективно. Так что все силы и средства брошены на свеклу. Нам необходимо, конечно, снижать себестоимость сырья. Все предприятия агрохолки нацелены на снижение себестоимости. Себестоимость не может быть снижена без увеличения содержания сахара в корнеплоде. В импортном сахаре Россия уже не нуждается, говорит Виталий Артамонов. В 2017 году наша большая страна будет обеспечена собственным сахаром на 100%. Я не удержалась и расспросила о сахаре тростниковом. Настолько ли он полезен? Или, вернее, безвреден? Вы же помните, у нас были годы, когда мы все дружно сидели около телевизора, и нам заряжали воду, и мы пили и оздоравливались. Да, были такие? Было такой период. Точно так же примерно происходит и с сахаром. Больше коричневый сахар – это маркетинговый ход. Тростниковый сахар на отечественных заводах начнут производить, когда закончится уборка и переработка свеклы. Средств привезут из-за границы, и предприятие загрузится работой на весь год, а не на три месяца. Излишки сахарного песка, а также жжом, Россия с успехом продает в другие страны мира. Было время, когда сахар делали исключительно из тростника. А возможности добывать его из свеклы узнали в середине 18 века. И то лишь в теории. В успех тогда верили с трудом. В корнеплоде нашли чуть больше 1% сахара. Сегодня, благодаря селекционерам, 17-20%. Твердое производство свекловичного сахара в начале 19 века освоил Наполеон. Дело в том, что Франции нужно было любым путем уйти от зависимости от английского импорта. Опыт быстро распространился по Европе. В России свеклосахарное производство появилось при графах бобринских. К концу 19 столетия в империи работали уже 236 профильных заводов. Вот такая история. А вот примечательный факт. От сахарной свеклы отходов не бывает. Жом служит кормом для скота. А так называемая дефекционная грязь – это продукт очистки сока от примесей. Прекрасное удобрение. Говорят, лучше, чем молотый известняк. Виноградинка от яблони недалеко растет. Есть полосатые, очень оригинальные. Очень оригинальной формы. Это тоже востребовано. Как создаются новые сорта плодово-ягодных и виноградных культур. Не тротуарная плитка, а комель. На такой тропинке уж точно не заблудишься. Собрали урожай? Готовьте ужин и не ломайте голову над блюдом. Рецепт пропишет Крайаграрный. Старый конь борозды не испортит. Не то, что старый сад. Тот закрома не наполнит. Это вам любой гроном со знанием дела скажет. Обновлять массив плодов деревьев нужно полностью раз в 15-20 лет. Вырубать под корень и закладывать интенсивные сады. Уплотненные и с новыми сортами деревьев. Вот тогда будет эффект, считает директор Северокавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделий Евгений Егоров. Профессор ответил на вопросы Крайагарного. В прошлом году институт отметил 85-летие, садя свое основание. Это был большой тернистый путь. В Российской Федерации, начиная с 80-х годов, идет постепенный переход на так называемые интенсивные технологии. Это новые подвои, это низкорослые насаждения, это уплотненные насаждения. Естественно, это больший выход продукции с одного гектара. Это насаждение, которое процентов на 40 сокращается их жизненный цикл. Если раньше сады эксплуатировались 25-30 лет, то сейчас 12-15 лет идет сорта смена, сорта обновления. Это, в общем-то, хорошо. Куда же делся наш белоналив? Современные сорта сегодня, они менее качественные, чем, например, белоналив вчерашний. Во всем цивилизованном мире есть так называемое понятие сортовые конвейера. Если это взять относительно культуры яблони, то есть сверхранние, есть ранние, есть летние, есть осенние, есть зимние сорта. Каждый сорт, выстраивая в конвейер, как правило, содержит 3-5 сортов одной сезонной группы. Это желтое, это зеленое, это красное, это кислое, это сладкое, это кисло-сладкое. То есть есть сорта, а есть потребительские предпочтения. Поэтому, естественно, для чего производится? Именно для того, чтобы удовлетворять потребительский спрос. Если касаться стародавних сортов, они никуда не делись. Они есть и в коллекциях, они есть и востребованностью. У нас в научном учреждении есть для того, чтобы удовлетворять лишние пособных, а есть садовый центр. Поэтому люди обращаются и говорят, вы сделаете мне вот такой-то сорт. Вот я помню, раньше был вот такой сорт. Делаем такие сорта. Они в коллекции есть, они сохраняются. Я предлагаю сейчас посмотреть, чем живет на стене. Хорошо. Экскурсию теперь уже по Северокавказскому федеральному научному центру садоводства, виноградарства и виноделия мы начали с коридоров. На стенах портреты ученых без преувеличения, с мировыми именами. В разные годы научный центр возглавляли Александра Примак, Василий Попов, Иван Переверзев. Каждый деятель науки, на чей портрет мы сейчас смотрим, внес большой вклад в развитие сельского хозяйства Кубани и всей страны. Воспитал плеяду новых светил науки, которые развивают агропромышленный комплекс России сегодня. От молодых ученых ждут инновационных решений, чтобы продолжить славные традиции. Сегодня центр курирует три направления – виноградарство, виноделие и садоводство. Я захожу в лабораторию генетики и микробиологии. Над какими актуальными задачами сейчас работают специалисты, я хотела бы спросить у кандидата биологических наук Иван Иванович Супрун. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Какие наиболее актуальные проблемы сегодня ставит вам общество современное? В настоящее время наиболее актуальными вопросами в нашей работе является улучшение потребительских качеств плодовых культур, в особенности яблони, как самая главная плодовая культура. Ну и также для повышения характеристик, которые будут способствовать экологизации производства. Это в первую очередь устойчивость к патогенам. Для анализа нужен кусочек листа, достаточно квадратного сантиметра. Из биоматериала получают препарат ДНК, а затем проводят анализ. Выявляют ген, ответственный за лёжкость. Он влияет на срок хранения плодов, а также гены сочности и хрусткости. Они определяют вкусовые качества яблока. А совсем недавно в лаборатории научного центра начато исследование по поиску новых генов устойчивости яблони к парше. Парша – заболевание плодовых культур, вызванное патогенными грибами и бактериями. Признаки – оливкобуровые и чёрные пятна на листьях и плодах. Последствия – растение приобретает уродливый вид, растрескивается и гниёт. Благодаря прорыву кубанских учёных селекционеры выводят сорта, не подверженные этому опасному заболеванию. Плод совместного труда двух лабораторий – селекции и генетики – болезнестойкие орфей и ренет кубанский. В большинстве хозяйств в борьбе с паршой по-прежнему используют химикаты. 15 обработок в сезон неизбежно сказываются и на экологии, и на себестоимости товара. Надежда садоводов на новый продукт деятельности научного центра. Это сорт орфей, он иммунный к парше, то есть он, вот то, что я говорила, опасное заболевание, он совершенно не поражается паршой. Он хорош чем? Он и в промышленности хорош, и для приусадебного хозяйства. Не надо обрабатывать от парши. А сейчас я проверю, какое же оно может быть на вкус. Оно сочное? Да, оно сочное. Сладкое? Наверное, вы просто любите очень сладкое, да? И люблю, да? Лена Надежда, говорят, что в будущем все яблоки будут либо красными, либо зелеными, либо желтыми. Вот вы что думаете, по-моему, на этой теории? Ну, я думаю, что нет. Потому что сейчас даже в мире есть какие-то предпочтения к яблокам требованиям, как бы, да, вот в мире стандарты. Это, да, красные, желательно чистая краска однотонная, зеленая однотонная или чисто желтая. Вот, но по-моему, это да. Вот с румянцем там какие-то, допустим, они, ну, чисто для продажи, для рынка, вроде бы более востребованные. Чистая, когда окраска. Но для людей интересно разные. Есть полосатые, очень оригинальные, очень оригинальные формы. Это тоже востребовано. Вот сейчас в моду входит была округлая, а сейчас в моду входит удлиненная. Все, что было придумано в лабораториях, обязательно проходит испытание поля. Оно показывает истинную ценность разработок, выявляет их сильные и слабые стороны. Мы находимся на нашей вегетационной площадке, мини-площадке, одной из них, на которой в данном случае можно видеть участок по интродукции, то бишь пополнению генофонда грецкого ореха. Орехоплодных культур в целом, не только грецкого ореха, потому что здесь представлен и пекан, и сердцевидный орех. Это делается для того, чтобы иметь на вооружении селекционера максимально разнообразный генофонд, максимально разнообразные образцы из различных эколого-географических регионов мира, чтобы получить сорта мирового уровня. То есть сорта продуктивные, устойчивые к фитопатогенам, с высоким качеством плодов, орехов в частности. Вот, к примеру, один из образцов, полученный ранее моим старшим коллегам, коллегам Алексеем Павловичем Луговским, вот сейчас мы провели еще два года испытания его по продуктивности, по потенциалу продуктивности. Это вот четырехлетнее дерево начало было носить с первого года. Мы назвали его яхон, потому что выход ядра у него, вот, пожалуйста, орех, смотрите, достаточно крупный орех, порядка 14 грамм весом. Выход ядра 65%. Это выше, чем мировой уровень сорта стандартные, мировые, такие как Чандлер, Лара, порядка 50-55% выход ядра, здесь 65% тонкокорый. Из 90 сеянцев, полученных из орехов, высаженных, высеянных в прошлом году, в этом году зацвели 35 образцов. Не просто зацвели, а еще и дали орехи. Разнообразна почва кубанская, более 600 видов, поэтому задачи Северокавказского научного центра не сводятся только к выведению новых сортов и поиску защиты от болезней. Они гораздо шире, здесь растят ученых, от которых зависит развитие садоводства, виноградарства и виноделия на Кубани и во всей стране. Отрасль виноградарства и виноделия одна из самых перспективных в агропромышленном комплексе Кубани. Мы продолжим разговор с директором Всероссийского Северокавказского научного центра садоводства, виноградарства и виноделия Евгением Егоровым. Ему есть что рассказать. Давайте поговорим о виноградарстве. Почему мы пошли по пути создания районированных сортов винограда и какую роль сыграл институт в развитии зональной системы введения виноградарства? Система это в общем-то совокупность принципов организации. То есть как должна быть выстроена та или иная модель производственная, экологическая, экономическая и так далее и тому подобное. Поэтому система создана. Я не скажу о том, что, будем говорить так, 10 лет назад это было нечто новое. Виноградарство на Кубани начало, промышленное виноградарство на Кубани начало развиваться в 30-х годах прошлого столетия. Поэтому естественно шел процесс и подбора сортов, и схем посадки, и высоты формировки. Тогда встает второй вопрос. 7 миллионов штук необходимо саженцев. Мы производим 3,5 миллиона. Почему возник дефицит и как скоро мы сможем его перекрыть? В Краснодарском крае закладывается более полутора тысяч гектаров винограда. В среднем расход саженцев, средняя схема модель, где-то 2,200 на 1 гектар. То есть по большому счету нам надо 3,5-4 миллиона штук саженцев привитых, высококачественных, сертифицированных. На сегодняшний день в Краснодарском крае производится 1,4 миллиона. То есть практически половина на сегодняшний день не закрывается. Половина не закрывается. Откуда мы берем его? Значит, глубокому сожалению, Краснодарский край вполне в состоянии производить не только для собственного обеспечения, но и обеспечивать соседние регионы с нами. Сейчас исправляется ситуация. Формируется, в том числе и при участии научного учреждения, формируется маточная база чистосортных уже форм для того, чтобы можно было производить уже оздоровленные формы посадочного материала. А теперь короткая подборка важных новостей нашего края аграрного. Что делать с зерном, хранить или продавать? И когда на прилавки вернутся турецкие помидоры? Сейчас подробности. Турецкие томаты вернутся в Россию не раньше 2018 года, но при условии, что Турция откроет свой рынок для российского мяса. По оценкам минсельхоза, раньше России не хватало около полутора миллиона тонн овощей. И недостаток восполняли импортом. Сейчас в заморской продукции мы не нуждаемся. Благодаря субсидированной поддержке были построены десятки теплиц по всей стране. Только Кубань снимает с закрытого грунта 55 тысяч тонн овощей в год. Рекордный урожай зерновых могут сделать Россию ведущей мировой аграрной державой, но при этом сказаться на кармане наших сельхозпроизводителей. Эксперты напоминают, перепроизводство всегда влияет на стоимость продукта, а значит сказывается и на стабильности работы хозяйства. Они рекомендуют хранить рис и пшеницу до тех пор, пока цены не вырастут снова. Минсельхоз страны наладит в портовых зонах контроль нелегальной генномодифицированной продукции, ввозимой в нашу страну из-за рубежа. Полномочия получит три ведомства – таможенная служба, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. После обнаружения сырья с запрещенными ГМО его ждет переработка, а затем продажа готовой продукции обратно за границу. Об этом сказано в приказе министра сельского хозяйства России. Все не как у людей. Как удивить соседей ковбойским забором и при этом не потратить ни копейки. Прошу к плите. В книге рецептов Края Аграрного появилось еще одно вкусное блюдо. В изобретательности нашего брата сомневаться не приходится. Блестящий пример – герой нашего ролика. Интернет-пользователь предлагает создавать уют из хлама, который есть на любом приусадебном участке. Смотрите, как из деревянного поддона можно сделать хранилище для дров или ковбойский забор. В ход у рукастого хозяина идет даже комик. Это толстая часть деревянного ствола прямо над корнем. Можно, конечно, им камин растопить, но не лучше ли выслать тропинку? Вкапываем 15-сантиметровые кольца в землю, заливаем бетоном и удивляем соседей. Смотрите нашу программу, вдохновляйтесь и творите на благо родной Кубани. В финале нашей программы самое время перекусить. Что будем готовить? Самый сезонный из всех сезонных продуктов. Приступим! А знаете ли вы, что яблоко не тонет? А все потому, что 25% ее массы состоит из воздуха. Для чего я это говорю, не знаю. Как вы будете использовать информацию, это тоже не знаю. Но, может быть, знает Константин Кислицы. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Давайте, значит, что мы с ним сделаем. Мы его нафаршируем, запечем и попробуем, будет ли оно тогда или не будет в нашем, так сказать, организме. Яблоко и так кладет из полезных веществ, железа, микроэлементов, витаминов. А мы еще ему добавим, я правильно понимаю? Что это за устройство такое интересное? Называется новозеточка. Мы потом этим же шивую и нафаршируем. Вот так вот достаем сердцевинку отсюда. В домашних условиях, я так понимаю, не у каждого есть такой прибор, как у меня сейчас в руках. Что же делать? Как дальше? Ложечком аккуратненько, можем ложечкой чайной, элементарной. Мы берем рикоттку. Еще раз, для тех, кто не видел наши прошлые программы, что такое рикотта? Рикотта – это самый, грубо говоря, сказать, низкокалорийный творог. Также мы берем йогурт однопроцентный, то есть все легкое, витаминное и, тем не менее, сыпло. Еще мы туда орешек можем добавить, пускай будет крошка медика. Итак, что мы делаем? Мы всю нашу массу поваружаем яблочками. Смотрите, то есть при запекании в духовке, я думаю, это будет в районе 10-12 минут. Ну, духовка должна быть уже подогреть. Да, так как у нас греть духовку ради двух-трех яблок, я думаю, это глупо и ни к чему. У нас есть микроволновка, которая находится у каждого на кухне. Яблоко готово. Не дождусь этой встречи. Яблоко готово. Так, смотрите. Оно горяченькое, как я говорил, тихонечко открываем. Отходим. Аромат какой-то. Возьмем чуть-чуть ядерного соуса, можем любого варенья дома какое есть, то есть только детям радость будет. Это обычные ягоды тут варили мы, смородинка, вишня, все, что есть у нас в сезоне. Итак, что мы делаем? Вот так делаем. Это тоже не столь важно, чтобы оно не было у нас. Ягодкой можем. Все, полезно. Мне на фотосессии уже по рукам обычно бьют. Все, хватит, хватит, хватит. Ну что, аж кидать, 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 кидать. Очень вкусно. Я прижила, что будет кисло. В самый раз. Готовьте вместе с Константином кислицей. Спасибо, Костя, это очень вкусно. Заходите. Это просто триллер какой-то. Но заселившись на полях края аграрного, чайки буквально вытеснили ворон. Что они делают? Они копошатся в земле и находят вредителей. За что крестьянин им очень признателен. До встречи на полях края аграрного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова